Добрый день, сэр! Добрый день, сэр! Простите, что мешаю вам работать, но не сохранилось ли у вас в архиве статей о человеке по имени Грегор Хершел? Удивительно, столько лет прошло, а люди все еще интересуются Хершелом. Но будьте осторожны, это странная, очень странная история. Последний, кто о нем спрашивал, был Эдгар Уичерли, археолог. Грегор Хершел – одна из самых необычных фигур в истории нашего города. Он приехал из Салема, а туда переселился из Орегона в 1713 году. Купил пристань возле бухты Майленд и сделал состояние на работорговле. Через 30 лет стал самым богатым судовладельцем города. Большая часть торговли в Провиденсе оказалась под его контролем. Стал членом высшего общества. Женился на дочери одного из своих капитанов в 1767 году. Погиб во время пожара на своей ферме в апреле 1771 года. С 1713 по 1771 наша газета часто о нем писала. «Добрая охота, мистер Уильям Стэнтон!» С 17pop�illкаあっ Prof. «Добрая охота, мистер Уильям Стэнтон!» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть... Есть у вас чем смазать глотку? Нет, сэр... В таком случае убирайтесь отсюда! Но... Вот именно! До свидания! Я не хотел вас обидеть! Хотите поговорить? Принесите горючего! До свидания! Простите, сэр... Нет ли у вас чего-нибудь покрепче, чтобы развеселить несчастного рыбака? Вы имеете в виду выпивку? Да, сейчас такие вещи достать непросто с нынешними-то законами! Вы понимаете, дефицит! Вот поставщики этим и пользуются! Не говоря уж о страховых компаниях! Так что все это сказывается на ценах! Ну да ладно! Дело тут не в деньгах! Для меня главное оказать услугу клиенту! Если, конечно, он способен ее оценить! Вот, этого достаточно? Черт возьми, вы прекрасный клиент, сэр! Люблю, когда люди ценят человеческое отношение! Если вам еще что-то понадобится, рад буду услужить! Принес огненной воды? Вот, и очень неплохой! Хорошо! Итак, в свое время, знаешь ли, о Грегоре Хершеле страшные вещи рассказывали. Он к закону особого почтения не испытывал и кучу денег нажил. Здесь, паренек, у каждого есть причины любить таможню. Тогда для купцов главное было зашибить деньгу и побыстрее. А как именно, неважно. По ночам подходили суда, бриги и каравеллы с контрабандой и по-тихому разгружались. Ну, ты меня понимаешь. Так вот, у него груз был особенный. Негры из Гвинеи. Их выгружали к северу от Потаксета. Там раньше тюрьма стояла. Большое каменное здание. И очень долго у них все отлично шло. Он ведь не один такой был. А потом, в один прекрасный день, оказалось, что он не только негров завозит. В тот день береговая охрана была очень зла, потому что у них корабль сгорел. Либерти назывался. Ну вот, засекли они большое купеческое судно. Без огней. Шло к Накидпойнту. Ну, они следом взяли на абордаж. Господи боже, хотел бы я посмотреть на таможенника, когда он увидел, что судно нагружено египетскими мумиями. Без всяких документов понятно. А зачем и кому они были нужны, этого парень так никто и не узнал. Понял теперь, какими он делами занимался. Мумии? Что за странная контрабанда? Это еще что? Самое странное, это как часто он матросов менял. Экипаж сходит на берег, у некоторых полно товара, а как подходит время отчаливать, вечно двух или трех не хватает. Матросы народ суеверный. Прожженные парни с работорговых судов, с пиратских кораблей, с огромных бригов Брауна, Крофорда и Теллингаста. Когда старик проходил мимо них свой склад на Дублон-стрит, они только крестились. Капитаны и помощники его терпеть не могли, но боялись как черта. В конце концов, уже никто не хотел с ним плавать. Пришлось ему собирать экипажа из всякого цветного сброда. Из Гаваны, Мартиники, Порт-Рояля. Да, в порту провиденца бывало такое, что у тебя бы кровь в жилах заледенела. Не прошло и месяца, как три парня, из тех, зная, что от рейса никогда не отказываются. Должны были отправляться на Гаэте. В ночь накануне их видели, наутро исчезли без следа. Испарились. Пришел шериф с помощниками-красномундирниками. Все перевернули вверх дном. Выпивку искали. Да, выпивку! До парней им и дела не было. Потом Смита попросили объявления в газете тиснуть, но все было без толку. Я рад, что ты этим заинтересовался. Но чтобы во всем разобраться, тебе надо еще кое-что узнать. Есть один парень, он тебе что хочешь расскажет. Артур Прокоп его зовут. В это время он всегда в королевском штандарте сидит. Это в 20 ярдах отсюда, по курсу на церковь. Скажи ему, что от меня пришел. Спасибо, сэр. Я найду. Заходи еще, юнга. Я от мистера Блэкфиша. Я пытаюсь кое-что разузнать о Грегоре Хершеле, судовладельце колониальных времен. В таком случае вы попали прямо по адресу юноши. Дело в том, что прапрадед моего отца, Миллиус Прокоп, вел с ним дела. У меня сохранились кое-какие отцовские документы. Но их еще надо найти. Давайте встретимся завтра, здесь же, в это же время. Уильям? Сто лет тебя не видел. Как ты себя чувствуешь? Два дня назад, когда ты был у меня, ты... У меня в последнее время что-то с памятью. Когда ты был у меня, ты был чем-то обеспокоен. Как будто тебе угрожала опасность. Забудь, что я тебе говорил. Я был не в себе. Забудем об этом. Доктор Эгглтон и твой отец беспокоятся о тебе. Эдгар, ты уверен, что у тебя все в порядке? Да, да, теперь все хорошо. Пожалуйста, успокой их. Позволь представить моего коллегу, доктора Оуэнса. Не забудьте о нашем деле, мистер Уитчерли. Я буду ждать вас в бунгало. Что ж, не буду мешать тебе работать, Эдгар. Уильям, до свидания. Пожалуйста, будь добр засвидетельствовать мое почтение мистеру Эгглтону и известить его, что ты у меня был и лично убедился, что со мной все благополучно. Продолжение следует... Здравствуйте, доктор Эгглтон. Я недавно был у Эдгара. С ним явно что-то не в порядке. Пожалуйста, оставайтесь дома. Если не возражаете, я к вам зайду, и мы поговорим об этом подробно. Здравствуйте, доктор. Вы хотели услышать мое мнение? К сожалению, мой друг очень сильно изменился. Сначала он меня не узнал. Потом представил доктору Оуэнсу, который вел себя еще более странно. Когда я уходил, он едва не попросил о помощи, но вдруг заговорил на очень старомодном языке. Я ничего не понимаю. Известно ли вам что-нибудь о его исследованиях? Все началось с того, что среди бумаг нескольких семей из Провиденса Эдгар обнаружил письма, адресованные Грегору Хершелу, или написанные им самим. Они были перехвачены местными жителями, которые надеялись выяснить, чем он занимался. Потом он нашел деловые бумаги Хершела. Однажды Эдгар мне сказал, что в бумагах его предка содержатся невероятные тайны, по преимуществу зашифрованные. И вот он пытается понять, о чем там идет речь, а для этого занимается исследованием всяких древних рукописей. Он также рассказал, что разыскивает могилу Грегора Хершела, на которой якобы есть надпись, содержащая некие мистические символы. Они и позволят расшифровать манускрипт. Мне показалось, он не мог сказать то, что хотел. Боюсь, он находится под влиянием этого доктора Оуэнса. Единственный способ обеспечить его безопасность, это поместить его в лечебницу. Благодарю вас, Вильям. Еще раз спасибо. Продолжайте ваше расследование, мой мальчик. Нам необходимо выяснить, что за всем этим скрывается.